Добрый день, мои дорогие зрители! Я хотела вам показывать берег, как он до трех до четырех часов дня вот так выглядит в белом тумане. В свое время, когда турки приехали из Азии в сторону Европы, когда встретили Средиземное море, море было покрыто, это было рано утром покрыто белым туманом, как бы пар идет как от поверхности воды, и горы оказывались там местами наполовину на белом фоне пара или там полностью, периодически появлялись, и по-турецки они это море называют Актенис. Актенис в переводе получается Белое море, но поскольку мы знаем Белое море это совсем в другом месте, на севере, в любом случае они и сейчас оставили это название для Медитирании или там Средиземное море. Вот таким образом называют Актенис, потому что утром рано, в солнечные дни, именно конец весны или начало лета, вот, от поверхности воды стоит вот такой. Можно сказать, водный или какой-то пары в виде там тумана, это не совсем как облака, это потом испаряется, где-то после четырех часов дня получается такой изумрудный красивый цвет воды, и есть ли волны, нет ли, спокойная же поверхность, не имеет значения, цвет отражается просто как море, как глубже, чем голубое море. И к вечеру уже, когда после шести-семи часов, опять-таки, если спокойный день, нету ничего таких колебаний, вода превращается в цвет каких-то глубоких-глубоких, dark blue, это как бы глубокое-голубое. В любом случае, горы, отражения, вот, окраинности на этом месте создают какой-то там райский уголок, какого времени дня, вот, либо там здесь не побывала, там все встречают разные виды удивления, восхищения и красоты. Вот, здесь такой большой лифт, который со второго уровня, поскольку уровень воды со временем, как вы сами знаете, падает. Ходит вниз, вот там, наверху, как-то там, я снимала это отель Палис. Палис – это ограждение, ограда, учитывая, что это очень скалистый вот такой берег. Периодически здесь есть ограждение для людей, для детей, для животных, что этим ограждением подходить глубоко сильно не разрешается, ведь здесь стоит объявление или знаки «Осторожно!» К фальзам подойти близко не стоит. Конечно, другого языка люди, которые не понимают по-турецки значение этого слова, они могут произносить это слово как по-английски или по-другому, не очень-то там прилично, но на самом деле слово «Палис» – это ограждение. Вот, сегодня субботний день, по субботам, как я вам раньше говорила, что есть пока глубокий локдаун для жителей Турции, для жителей города. Они сидят дома, но мы туристы. Пока нет паспорта такого, что имеет значение постоянное проживание, мы туристы можем выходить, гулять, смотреть, снимать и наслаждаться вот этой красотой. На берегу есть люди, да, это не значит совсем безлюдное, но это то же самое, которое имеет определенное разрешение или тоже приезжие, поскольку летом и зимой, осенью и весной в Анталии очень большое количество отдыхающих, очень большое количество туристов. Вот, сейчас я тоже скоро спущусь, буду сидеть, лежать, загорать, потому что с утра уже 21 градусов показывает. Ко дню, я думаю, что когда лежишь где-то там около скал, когда сзади тебя окружает хорошая стена, ветры, если даже будет, не так чувствуется. Загор ложится достаточно ровно, красиво, и, соответственно, как ты можешь оголять, если рядом никого нет, ну, поскольку это турецкий народ, там определенные есть взгляды, ограничения, ты можешь наслаждаться полноценно. Вот такие дни, когда вот и яркие солнечные дни, учитывая, что это ранняя весна, хотя здесь особо-то зимы нету, но как бы как стоит солнце, как вертикально, как вот греет, как подходят лучи, обязательно надо наносить крема, которые для взрослых плюс 50, а для детей, если вы уходите, там плюс 25, там, потому что отражение на взрослой коже вот таких весенних лучей гораздо страшнее, чем у ребенка, который все еще достаточно живо, крепенько, ребенку очень нужно витамин D, и то, что там синтезы получились хорошие иммуноповышающие моменты, это очень важно. Как бы там ни было, где бы ни было, в кусочек балкона или в окно, высовывайте лицо, поставьте к солнышку, получайте раннее весеннее с определенной защитой, пусть в вашем организме все процессы физиологические и психологические, потому что когда с витаминами, когда с настроением хорошо, солнце очень сопутствует, что у человека было хорошее настроение, любые богатые люди, уходя из мира, они жаловались на то, что достаточное время не поделяли к солнцу и путешествию, и листозрению красивых мест. Так что я вам желаю огромное здоровья, быть всегда в контакте с красотой, мыслями расслабляться, думать, планировать, надеяться только на лучшее, поставить какие-то планы со здоровьем, что у вас всегда будет так хорошо. и, как говорят, галактика слова не воспринимает, поэтому, отражая мысли, надо сказать, что все будет, как я хочу, все будет так же красиво, как в моих мыслях, все будет так же счастливо, как бы я этого хотела для себя. Будьте живы, здоровы, наслаждайтесь миром, здоровьем, долголетием. Вот на сегодняшний день, из высокого берега Пониалты пляж в Анталии, вам передаю свои пожелания оставаться духом и телом красивым и здоровым. Я люблю вас, Юлия Асланова, встретимся скоро.